Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, здравствуйте! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Барухато, Дуйно, Илья, Махалдон, Шаколь, Ниабидуро. Так, все. Садитесь, удобно, начинаем изучать Тору, поднимать, резко поднимать свой духовный уровень. Резко поднимать свой духовный уровень. Потому что, если бы мы знали, насколько важно и насколько слова Торы, они влияют на душу, мы бы только Тору и учили. А так мы чуть-чуть поучим, потом заниматься другими какими-то своими делами. Дмитрий Латуха. У нас есть постоянный, вот Максим Перенчук, Дмитрий, чтобы Всевышний дал вам... Знаете, постоянство это самая сильная вещь. Настойчивость, постоянство, чтобы Всевышний вам дал все, что вам нужно для того, чтобы вы прославляли его. Хорошо, сегодня 8-ое Ниссана и 8-ое апреля. Нет, секундочку, а это я на субботу открыл. Сегодня 7-ое Ниссана и 8-ое апреля. Хорошо. Значит, ну я открыл, есть на каждый же день есть книга, которую мы изучаем, и я ее открыл на сегодня и на завтра. Но урок мы проведем по субботней книжечке. По субботне. Значит, первая книга, которую мы изучаем, называется она «Айом-йом». «Айом-йом», сегодня день, сегодня день. Почему она так называется, я не знаю. Я слышал, что ее составил последний любавчистый Рэбе. И он, значит, на каждый день дал какие-то вот глубокие мысли. Вообще, очень важно изучать мысли великих людей. Почему? Потому что их мысли сделали их великими людьми. То есть, откуда мы знаем, что человек великий? Не по его мыслям. Мы знаем по его поступкам. Потому что он делал. Теперь, ну если этот человек называется великий, значит, до его поступков были его решения. И мы изучаем мысли великих людей. Теперь, когда мы задаем себе вопрос, а кто это великий? Кто такой великий человек, да? Я помню, я родился в один день с Карлом Марксом. И я родился в один день с Карлом Марксом. В детстве, в детстве я думал, что Карл Маркс великий человек. Известный такой Карл Маркс. Такой, думал я, вот интересно, а если в один день родился. Кто это? Давайте почитаем про Карла Маркса. Читаю про Карла Маркса в Википедии. Человек без гражданства. Конфликтный. Даже книжки он не он написал, если бы не Фридрих Эндельс, который упорядочил его все книги, до нас бы его книг бы и не дошли бы. Фридрих Эндельс закончил его все книги. Он его как бы организовал. Платил ему стипендию. И Карл Маркс сидел в Англии, в библиотете. Болел простатитом и писал свои книжки. А потом умер. И когда умер, на похороны пришли 11 человек всего. Вообще, как личность, он был очень такой, не очень, да, скажем так. И вот я потом понял, что он совсем не великий человек. А потом я познакомился о Рависках Зильбер, Зихраноцедих Левраха, который на его похороны, значит, пришло на его похороны 30 тысяч человек. Вот это великий. А Любавич Стеребе, вы спросите, а он, что мы про него знаем? Любавич Стеребе вот сейчас будет 120 лет со дня его рождения. 11-го Ниссана. Так, 11-го Ниссана, вот к этому дню, во всех городах мира, он-то уже умер, уже сколько лет назад? 120 дней со дня его рождения, он умер где-то в 95 лет. Значит, уже он умер 25 лет назад. Не, не может. Любавич Стеребе умер, наверное, он умер, да, 25 лет назад где-то. Так, представьте себе, 25 лет назад он умер, а сейчас во всех городах мира празднуют его день рождения. Как так может быть? Вчера, вчера в Тель-Авиве был теракт, но остановили как раз празднование его дня рождения. На стадионе 40 тысяч человек собрались праздновать его день рождения. А он умер уже 25 лет назад. Что же, вот это великий человек. Вот что он нам сказал. Мы изучаем его мысли. То есть, когда ты изучаешь мысли великого человека, ты соприкасаешься с его способом мышления. Ты смотришь на мир с вот этой вот, смотришь на мир, как он смотрел. И у тебя есть шанс начать действовать так же, как он. И тогда ты тоже будешь великий человек. То есть, ты реализуешь свой потенциал великого человека. Что он нам говорил, восьмого Ниссана? Он говорил нам следующую вещь. У каждой души, то есть, у каждого из нас, есть индивидуальная работа в области интеллекта и эмоций. Напоминаю, интеллект это как компьютер, да, как мы воспринимаем мир, наши мысли, наши убеждения. Называется интеллект. Эмоции это реакция на мысли. То есть, у каждого человека его эмоциональное состояние это следствие его способа мышления. Получается, у каждой, а есть еще душа. Душа это выше, чем интеллект и выше, чем эмоции. И выше, чем тело. Тело это просто отражение. Это такая вертикально ходящая лужа, биоробот такой. Теперь, значит, видите, сразу понятно, что человек это прежде всего душа, а не интеллект. То есть, у каждой души есть индивидуальная работа в области интеллекта и эмоций, соответствующая ее природе индивидуальности. Мы все разные, и каждый стартует с разной точки. У каждого есть свой кусочек в этом мироздании. В 84-м году, да, в 85-м, то есть 25-26 лет назад. 120 лет, сейчас мы празднуем со дня его рождения. Значит, у каждого из нас своя работа над интеллектом и эмоциями. Как сказано, где сказано в Псалме, 119-й Псалом, 98-го отрывок, 119-й Псалом, 98-го отрывок, сказал царь Давид так. От врагов моих даешь ты мне мудрость. Это очень интересно. Причем тут от врагов моих даешь ты мне мудрость, сказал царь Давид. Сейчас мы разберем, что он имел в виду. Обнаружив дурные наклонности в своих естественных чертах характера, человек станет мудрее и сможет понять, как исправить их и применить свои силы в служении Всевышнему Благословенному. Такой он нам дал совет Любая Честная Рэба. Смотрите. Значит, у человека есть какие-то плохие качества характера. У человека есть какие-то плохие черты, которые ему мешают и мешают людям вокруг него. И если это приносит страдания людям или ему, то тогда это можно назвать злом. То есть человек, он теперь, а как узнать, где во мне есть плохие качества? То, что ненавистно тебе не делает другому. Знаете, такой закон его сформулировал Гелель, один из мудрецов Торы. То, что ненавистно тебе не делает другому. То есть, когда я вижу в ком-то плохого качества, да, вот давайте посмотрим. Напишите, что вам в людях не нравится. Напишите, мне не нравится, там, прям можете по списку идти. Кому-то не нравится в ком-то что-то, да. Вот прям напишите, напишите, напишите. И все, что вам не нравится в других, потом скажите, я это делаю. И подумайте, правда это или неправда. И окажется, что вы это делаете. Представляете? То есть мы, когда то, что нам что-то в других не нравится, то есть каждый, кто другого делает, говорит, что он плохой, он своим недостатком его как бы делает плохим. Почему так происходит? Почему так происходит? Есть известная, есть известная народная мудрость, что человек видит в чужом глазу соринку, а в своем бревно не замечает. Поэтому, когда мы видим плохого качества в чужом глазу, вот эту вот соринку, то значит это бревно есть в нас, это бревнышко есть в нас внутри. Получается, что от врагов моих даешь мне мудрость. Я смотрю и говорю, вот он поступает неправильно. Потом думаю, а я? Если человек будет честный, он посмотрит на себя и увидит, что он тоже так поступает. И что тогда? Тогда кого надо исправлять? Его, если он не хочет исправляться, ты его не исправишь. Даже я вам больше скажу. Если ты сам хочешь себя исправить, от желания исправиться до исправления, написано, был такой великий мудрец, Рабистроев Салантер, он говорил, легче, говорит, изучить весь Талмуд, чем исправить себе одно качество. А Талмуд изучить это 7 лет. То есть исправить себе какое-то качество, это очень сложно. Но вот это и есть наша работа в этом мире. Замечать зло снаружи, исправлять его в себе. Замечать снаружи, исправлять себе. Теперь следующая книга, Обретение неба на земле. Мне кажется, что это писал уже не Ребесам, а это те, кто изучали его наследие, они писали вот тоже на каждый день такие советы. Как обрести небо на земле. Но это как раз наследие Любавического Реба, его методика, его методология. Поздравляю вот Светлану Карачеву, значит, Эстер и ее Хевет. Отлично, поздравляю, что вы, значит, совершили то, что когда-то совершила Руд, бабушка царя Давида присоединилась к еврейскому народу, а потом родила царя Давида. Не родила, через три поколения. Значит, отлично. Теперь, дальше. Обретение неба на земле. Как обрести небо на земле? Говорит автор этой книги так. На каждого приходится своя доля нехорошего. Не бывает физических существ, лишенных недостатков. Суть не в том, чтобы бежать от них, прятаться. И не в том, чтобы примириться с ними. А в том, чтобы, не отрицая факта присутствия недостатков, систематически их изгонять. Важно понять, кто вы есть, и постепенно очищать свои поступки. Это может быть совсем неприятно, но это путь к Богу. Значит, как обрести небо на земле? Это работа по исправлению своих недостатков. Но в начале нам дается очень интересная такая идея, да? Идея интереснейшая и понятная, что недостатки есть у всех, что, как говорил царь Соломон, мудрейший из людей, нету, говорит, цадика, который бы не согрешил. Нету праведника, который бы не согрешил. Но весь вопрос, как ты к этому относишься. Есть два подхода. Первый подход – это отрицание. Я не согрешил. Кто? Я? Нет, не согрешил. Оправдание, оправдание, оправдание. Второе – метод взаимодействия со своими недостатками. А кто сказал, что это недостаток? Кто сказал вообще, что это грех? Это вообще не грех. Это вообще так правильно себя вести. Это второй метод. Вообще поменять местами добро со злом. Третий метод – сказать так. Я – это недостаток. Я согрешил. И я буду постепенно с ним бороться. Я буду стараться. Я буду молиться Всевышнему. Я буду стараться. Нет цадика, который бы не согрешил. Семь раз упадет праведник и встанет. А злодей упадет и не встанет. Значит, я буду систематически каждый день по чуть-чуть молиться Всевышнему и исправлять свой вот этот вот грех, недостаток, плохая черта, плохого качества и так далее. И буду изучать, как это делать. Вот, например, дай мне славеточку. Веленский Гаон, он говорил такую вещь интересную. Если вы обнаружили в себе какой-то недостаток, да, вот у вас есть какое-то искривление, да, в каком-то качестве. Кто-то гневливый, кто-то жадный, кто-то ругается матом, кто-то, там, я не знаю, что еще можно делать плохого, обзывает кого-то, кто-то говорит, ваша нора. Значит, это как искривление такое, да? И вот вы его обнаружили. Первое, нужно признать, да, у меня это есть. А как узнать? Если вы в ком-то видите, значит, вас тоже есть. То есть, все, что вы видите в других, любой недостаток, есть в вас. Это главный, понятный, простой индикатор, по которому можно определиться. Теперь говорит Веленский Гаун, если вы постараетесь быть золотая середина, у вас не получится, вы будете обратно падать. Он говорит, вам нужно на какое-то время перегнуться в другую сторону, то есть, стать прямо противоположное этому. Например, если вы говорили лошон и рана людей, то вы в этот момент говорите только хорошее. Комплименты вы про всех говорите в неделю, только хорошее. Только хорошее, 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 значит, Марк Залодин запрещено. Запрещено. Любое слово, которое человек произносит, словами человек сотворяет, создает реальность, в которой потом он находится. Каждое слово, оно имеет силу, и он как будто бы вот этими вот словами, он внутри создает свою вселенную, свою реальность. И жить в реальности, такой, ну, матюкливой реальности, неприятно, неприятно и неправильно. То есть, это называется, ну, это грязный язык, такая грязная реальность. Поэтому, поэтому религиозные люди, которые следят за чистотой своей речи и хотят, чтобы их слова создавали для них небо на земле, они не используют, не используют никакие маты, никакие маты, да. Военная Раневская, несчастная женщина, к сожалению, она от, от, у нее была совершенно тоже несчастная судьба, к сожалению. Вот, мы иногда восхищаемся людьми такие, там, Фаина Раневская, Владимир Высоцкий, этот, Миронов, там, и так далее. Они все были несчастные люди. Они конкретно от, от безысходности, они шутили, то есть, они пытались каким-то образом, ну, они, им было очень плохо. Им было очень плохо, и, поэтому они умерли. Ван Гогу не было хорошо, что он уши себе резал. Не было ему хорошо. То есть, они не умели, не знали, как построить счастливую жизнь. Вот это факт. И какой-нибудь простой человек, у которого есть любимая жена, там, трое детей, который зарабатывает себе каких-то, там, нормальные деньги, и проводит время и с женой, и с семьей, и с детьми, он в тысячу раз более уважаемый человек, более, более счастливый, и более полноценно, и если он еще, когда он живет, он выполняет заповеди, и так далее, это настолько более великий человек, чем все те, которыми нам, СМИ, заставляют нас восхищаться. Поэтому, поэтому, вернемся к тому, что я говорил, значит, еще раз, у человека есть, есть, функция, и суть в этом мире, это переход на следующий уровень развития. Это, кстати, один очень умный человек, зовут его Рей Далио, он миллиардер, вот он как раз, ну, такой, достаточно состоявшийся человек, по всем сферам, да, входит в 100 самых влиятельных, самых богатых людей мира, жена, дети, внуки, там, ну, умный человек, да, но он умный на уровне, на уровне исследователя, то есть, вот, человек своим умом может очень много исследовать, но он рано или поздно, он наткнется на стену, потому что он своим же инструментом изучает, в принципе, свой же инструмент, то есть, без помощи извне, человек не может понять, как работает система, то есть, я могу сколько угодно, вот я сижу в квартире, я могу изучить всю квартиру, рассмотреть, 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 но если мне никто не расскажет, кто ее построил, и что за пределами квартиры, то я не могу изнутри квартиры, додуматься о том, что находится вовне, поэтому самые гениальные ученые, они исследуют творение, но они не могут никогда додуматься до того, а кто творец, какой он, они могут понять, что творец есть, первый гениальный исследователь, это был Авраам, про отец Авраам, он исследовал творение, он исследовал творение, он исследовал всю магию, колдовство, он исследовал вот всю астрологию, И он пришел к выводу, что есть у всей этой системы Творец, что она настолько синхронная, настолько умная, настолько это мироздание уникально сложное, что не может быть, чтобы у него не было Творца. И про отец Авраам, он установил контакт с этим Творцом, он настолько хотел с ним соединиться, что Творец вышел с ним на контакт, и вот Авраам, это как раз был про отец Авраам, он и был тем, кто установил такой вот плотный личностный контакт с Творцом мироздания. Потом Авраам, да, он установил этот контакт, этот контакт усилил его сын Ицхак, потом этот контакт усилил Яаков, которого мы знаем по имени Исраэль, он от Бога получил имя Исраэль. И потом Бог, соединившись с Исраэлем и соединившись с ним в некую уже такую как систему, он через него передал, начал передавать структуру и сигнал, вот то, как он сотворил мироздание, он через него начал передавать. И через четыре поколения Мушера Бейну получил Тору на горе Синай вместе с еврейским народом, они были как такая флешка, большая флешка по получению Торы, такой как совместный компьютер, как блокчейн такой, да, 600 тысяч мужчин, которые объединились в одно, в одно, в одну сеть они объединились, да, как описывается в Торе, что они были как человек один, как ишихатки и левыхат, они были как одно сердце, один интеллект, они все вместе как блокчейн, да, вот сейчас становится понятно по технологиям, как это было. Каждый из них был как мини-компьютер, они объединились в одну сеть и Тора опустилась в этот мир через Мушера Бейну и перешла на вот этот вот носитель, 600 тысяч мужчин. Потом дальше эта Тора 40 лет в пустыне, она передавалась, передавалась, передавалась и дальше, дальше Тора продолжает двигаться по мирозданию 3333 года, сохраняясь как раз в, по кусочку, по кусочку Торы, сохраняется в еврейском народе. На сегодня есть, наверное, 2 миллиона человек, мужчин в мире, которые полностью только всю свою жизнь посвящают изучению Тора, это то, кого называют ультра-ортодоксы. И вот эти вот, вот эти вот ультра-ортодоксы, да, они как раз и являются флешкой, вот этой вот блокчейн-сетью, которая переносит Тору. И спрашивается, почему идет по маме, а раньше было по папе, и сейчас идет по папе, но что идет по маме? По маме идет принадлежность к этой сети, то есть если ты уже через маму родился, у мамы еврейки, то у тебя есть на каком-то, на каком-то духовном уровне, ты как бы потенциально, ты включен уже в этот блокчейн. Теперь, но если ты, например, не сделал обрезания, не активировался, не учишь Тору, не выполняешь заповеди, то ты так и остался таким нереализованным кусочком, как компьютер, который так и не выточили из упаковки. То есть еврей, который родился у мамы, но он не сделал обрезания, не выполнил ни одной заповеди, он так и остался таким, как зародышем, который не реализовался. Теперь, но любой человек, который осознал и прошел путь Авраама, и он говорит, вау, я понял теперь, зачем этот мир, он может спокойненько присоединиться к еврейскому народу и совершенно спокойно стать вот этим вот еще одним, как в цепи блокчейнов, значит кусочком, который сохраняет вот эту Тору, которая была дана 3333 года назад. Теперь, те, кто верят в Бога, в Творца, мироздания и делают это через, например, пророк Мухаммед, да, мусульмане, или христианство, которое верят через Иисуса, которые поверили, что пришел человек, который сын Божий, все сыны Божии, да, мы в Торе все время молимся, в каждой молитве мы говорим, Бог это отец наш, папа наш, да, папа наш, царь наш, то есть Авину Малкену, все сыны Божии, Бог сам называет еврестий народ, сыновья вы для Бога всесильного вашего. Я не знаю ни про христианство, ни про мусульманство, я не знаю. Я на небе не был, ничего не знаю, знаю только, что по Торе, вот как Мушер Абейну ее получил на горе Синай, во что верят и мусульмане, и христиане, все верят, что еврестий народ получил Тору, это факт. Теперь все, что дальше, я не знаю, я иду по линии классика, знаете, есть всегда, в любом деле, есть классика, вот я иду, я ультра, мега, гиперортодокс, ученик Машера Бейну, все. Хорошо, дорогие друзья, значит, мы сегодня что узнали, что наша задача в этом мире, начал я с, а, все это время рассказывал про Рей Далио, Рей Далио написал книгу «Принципы», и он начал, он говорит, я исследовал, 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 и хотел я найти смысл жизни, он говорит, я хочу найти смысл жизни, то есть он мультимиллиардер, там, у него все, он говорит, вы знаете, говорит, я нашел единственный смысл жизни, смысл жизни в развитии, в развитии, то есть все в этом мире или развивается, или умирает, то есть жизнь – это развитие, но он не дошел до того, что есть духовное развитие, а мы знаем, что главное развитие – это духовное развитие, и вот мы сегодня узнали, как духовно развиваться. Находить в себе недостатки и их исправлять. Все, это смысл нашей жизни. Именно духовное развитие. Все, всем шаббат шалом, удачи, успехов. Шаббат это время, когда как химчистка такая, еженедельная химчистка, когда ты духовно заходишь в эти 25 часов шаббата, и тебя в это время сама реальность, энергетика шаббата, она тебя чистит. Ты, главное, отключился от мира, и каждую неделю душу можно почистить. Кто соблюдает шаббат, написано, шаббат снимает с него. Это как миква, снимает с него практически все грехи. Шаббат шалом всем, удачи и успехов. Подождите, сегодня был урок, я обещал у моего приятеля, одного мама приехала в Израиль, и у нее был нервный срыв, она попала в больницу. И сейчас я скажу, как ее зовут, чтобы было ей рифа шлема, она просто очень прямо жалко, зовут ее Хана Двор Аббат Рахель, чтобы Хана Двор Аббат Рахель, чтобы было у нее рифаата нефеш, чтобы у нее было полное выздоровление духовное, в рифаата гуф, чтобы было у нее выздоровление телесное, и чтобы у нее очень много людей сейчас попадают в духовный кризис, и значит, чтобы они все вышли в первую очередь из духовного кризиса, поняли, что Всевышний таким образом, давая нам сложности, он дает нам возможность, даже Аврааму написано, он Авраама любил больше всех, и что это было? Десять испытаний. То есть, кого Бог любит, тому он дает испытания, и дает силу пройти эти испытания. Поэтому, чтобы с Божьей помощью мы именно так относились к сложностям в своей жизни, и с каждой сложностью, чтобы нас поднимало на новый уровень, и чтобы мы служили Всевышнему в любви, в благодарности, а не в сложностях. Рифаат Шлема, Лихана Двора, Вас Рахель, и всем, кто нуждается в выздоровлении.